В Дагестане есть много энергии, потенциальной, но у руля ее стоят как будто другие. Мира вам! Я Ханжан Курбанов, это моя энергетическая ремарка. Ничто так не беспокоит дагестанцев, как наличие или отсутствие коммунальных благ, главным из которых является свет, который «легкой» рукой рассетей стал таким проклятием жителей Горной Республики. Но самое главное и сложное в этом свете – вопрос обратной связи, диалога, как в общем всегда это было, болевой точкой. Скажем честно, диалог не самая сильная сторона Дагестана последних лет. Если и произойдет бунт в ближайшее время, он будет связан с коммунальной темой. Что в теме протестов и вышедшего боком бойкота израильской агрессии в Палестине, что в теме молчания Россетей всегда копится злоба. Вот звоню я у Россетей, жду минут 10. Это ничего. На том конце провода, наконец, отвечает женский голос. И уходит тотальное неведение. Мы не знаем, дескать, нам не говорят. Это так они отвечают, значит. Ощущение, что ты попал не на линию Россетей вовсе, а на какой-то горячей линии, которая тоже, как водится, ничего не знает, но сочувствует. Многочисленные быстрые комментаторы из ЦУРа и ЦУГа тоже обещают передать. Он передаст, она передаст. Но вот света и ныне там. Нам даже не интересно, каков номер виноватого фидера, вышедшего из строя. Просто хотя бы наведите порядок в графике отключения. Недавно Дагестан посетил вице-премьер российского правительства Александр Новак. Он курирует не только энергетические вопросы, но еще и вопросы развития СКФО. Энергетика и Кавказ, надо признать, сложный клубок. Очередное внимание к Дагестану не праздный интерес, а связан с реализацией программы и правильным и эффективным освоением колоссальных средств. В республику вкачиваются миллионы и миллиарды и по линии энергетики. И после Васильевского энергетического десанта, которым народ как бы и не почувствовал, коллапс продолжался. Видимо, пропасть была ужасна. Нужно было по-взрослому решать проблемы в сфере. Справка Минэнерго. С учетом федеральной субсидии в размере 1,2 миллиарда рублей были увеличены объемы финансирования программы ПАО Россети по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. С 546 миллиона рублей до 1,7 миллиарда рублей. При этом на город Махачкалу, где фиксируется наибольшее число технологических нарушений, было определено порядка 872 миллиона рублей. Это в 10 раз больше, чем было изначально запланировано. В субсидируемые программные мероприятия был включен ремонт 72 объектов. Работы уже ведутся и, согласно разработанному плану-графику, планируются к завершению до 10 декабря текущего года. Больше года назад вице-премьер приезжал в Дагестан. И тогда, по душу Дербента и по проектам «Север-Юг», тогда Новик говорил, я уверен, что жители республики Дагестан увидят повышение качества и улучшение снабжения энергетическими ресурсами и оказание услуг ЖКХ. Общественности тогда сообщили, что региональные власти совместно с ПАО «Россети» разработали проект программы повышения надежности электросетевого комплекса стоимостью 7,6 миллиарда рублей. Аналогичная программа подготовлена по Махачкале на сумму 4 миллиарда рублей. А в этот раз в ходе совещания было заявлено, что Дагестану на подготовку к зиме дополнительно было выделено 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. С такими деньгами можно построить энергетический рай. Но молчать не надо. На телефонные звонки надо отвечать четко, а не говорить «нам не сказали». Меликов признал, что именно Александр Новак много усилий приложил, чтобы средства на модернизацию сетей поступили в Дагестан. И главным тут была не только связка энергетических вопросов с транспортной логистикой, Дагестан-Форпост признает Александр Валентинович, но и туристко-рекреационный потенциал Южного региона России. Ну признайте, в этом летнем турсезоне, когда столицу республики, да и другие города накрыло мгла и постоянные перебои с напряжением, все сознательные дагестанцы, особенно те, кто работал в индустрии, испытывали нечто похожее на испанский стыд перед нашими гостями. Стыдно, друзья, и дальше так нельзя. Не только стыдно, но и опозоримся же, когда мы начнем строить Каспийские и другие кластеры туризма, проекты масштабные, а с напряжением в сети вопрос не сможем решить. От отсутствия должной энергомощи, электричества и газа еще недавно страдали и тепличники, и бизнес. Уж молчу про простых горожан, которые тихо протестуют, но бойкотировать ничего не могут. По стойку не знают, кто за что отвечает. После Советского Союза все запуталось в доме энергетическом. Нова говорит, что новые туристические проекты обеспечат 7 тысяч рабочих мест. Хорошо, а для этого опять нужна энергия. Обещают 2030 году построить гостиницу на 14 тысяч туристов. Сейчас кто-нибудь выйдет и скажет, что гордые горцы не будут работать и обслуживать туристов. Как этим летом на презентации концепции мусорной реформы, один из местных жителей сказал, что мы не эти собирать мусор. Никто никого ведь не заставляет, а нация тут при чем? А если посмотреть на это с другого угла, с точки зрения индустрии гостеприимства, а в случае с мусором с позиции чистоты? Есть, конечно, везде риски. Недейные, идеологические, тактические, стратегические. Все эти узлы нужно снимать, прорабатывать зажимы. Говорить, говорить с людьми. Меня сейчас больше беспокоит подготовка к осенне-зимнему периоду. Не встрянем ли снова? И как же с паспортами готовности? Все ли в порядке? А как с газом? Именно благодаря ему немалая часть дагестанцев отапливает свои дома. Итак, справка Минэнерго Республики. Общая готовность газораспределительных организаций к осенне-зимнему периоду составляет 100%. Также растут объемы поставки газа в Республику. В 2022 году факт потребления по всем категориям потребителей составил 3,9 миллиарда кубометров. Ожидаемая поставка в 2023 году составит 4 миллиарда кубометров. Структурными подразделениями ПАО «Газпром» ведется работа на проблемных участках отбора газа на газораспределительных сетях при подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов. Энергетика Дагестана может как вознести, так и подставить руководство любого региона. Поэтому у руля здесь на месте должны быть большие патриоты с горячими сердцами, чистыми руками и холодным рассудком. И не молчать, а разговаривать с людьми. Поправлять надо обратную связь, и желательно с видео и фотоматериалами тех работ, которые идут в хозяйстве, и выкладывать их в онлайн-режиме. Сумму ведь, которую анонсировал вице-премьер России, немалые. Надо бы суметь все четко и без сбоев реализовать. Если не справляются энергокомпании, то поставить вопрос об их национализации или хотя бы жестком общественном контроле. Оставайтесь с людьми.